Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Что сказать, в связи с последними событиями на газовом рынке Европы многие народы, особенно те, которые живут поближе к северной стране Дубничела, в совершенстве изучили нецензурную лексику. Причем на русском языке. И в первую очередь слово из трех букв. Не знаю, про что некоторые подумали, но это слово – газ. Давайте на чистоту, несмотря на сказки о том, что в просвещенной Европе все хорошо, чисто, сытно и мухи не кусают. Это не так. Совершенно. Многие европейцы живут очень скромно и привыкли экономить. Очень экономить. А цена на энергоносители во многих странах. Нет, не подросла. Европейские государства спонсируют коммунальную сферу, поэтому цена на свет и отопление немного подросла, но не в разы, как нам рисуют по телевизору в новостях. Власть прекрасно понимает, чем может закончиться такое подорожание. Нет, цена заставила рядовых европейцев задуматься о двух вещах. Стало понятно, что газ в ближайшем будущем будет очень дорогим удовольствием, нужно находить какую-то схему по экономному отоплению дома. И тут многие задумались об опыте экономии самых простых людей с родины легендарного Улупуки, то бишь Финляндии. Жители этой страны – люди экономные, привыкшие считать каждую копейку. Во многом потому, что газ всегда обходился им очень дорого, плюс не везде есть возможность протянуть заветную желтую трубу. Да, по российским меркам расстояния между населенными пунктами у них смешные, но для самих финнов 100-200 километров от столицы – это как у нас Таймыр. Итак, как финны отапливают свои дома без газа, они используют разу три источника. Один воздушный тепловой насос, то есть по-нашенски, кондиционер. Летом в жару он дает прохладу. Главное время от времени подходить к этому агрегату с метелкой и выгребать из него тоны комарья и мошки. Она так забивает технику, что иногда оттуда вытекает почти что фарш. Причем, понимая, что кондей в их климате – это расходный материал, финны покупают самый дешевый. Главное, чтобы подходил по мощности и был инверторным. Осенью и весной, когда жару сменяет промозглость, кондиционер вполне справляется и с отоплением. До минус пяти они частенько топятся им. На дом в 80-100 квадратных метров его вполне хватает благодаря создаваемому повышенному давлению. А дальше начинается самое интересное. В центре абсолютного большинства финских домов без газа стоит массивная печь. Печь стоит на отдельном фундаменте и действительно очень массивная. Ее задача – обогрев всего дома и даже возможность приготовить еды. На удивление, финны не используют котлы. У котлов, помимо ненужной возни с радиаторами и трубами, есть один большой недостаток – как только заканчивается горение, они моментально остывают. Поэтому у финнов печи очень массивные и могут достигать 7-10 тонн. Это гигантский тепловой аккумулятор, который встроен в центральную стену дома. Обратная сторона печи греет все коммуникации, которые заведены в дом со стороны кухни и туалета. Массивная печь – гарантия того, что если дом остынет, то вода замерзнет в самую последнюю очередь. Все знают главное свойство воды на морозе – превращаться в. Не угадали, совсем не в лед. Лед – это промежуточная стадия, а финальная – геморрой, который возникает у хозяина дома. Я однажды помогал соседу перезапускать отопление в замерзшем доме, замена 16 радиаторов, котла, труп отопления и водоснабжения – еще тот аттракцион. Так вот, массивная печь посреди дома выдает порядка 12-18 кВт, этого хватает, чтобы обогреть весь дом. Даже если дрова прогорели, комфортная температура стоит еще как минимум 16-18 часов. А в новых домах и все 32. Чаще всего у финнов стоят печи фирмы Нуноуни по статистке и их используют 80% финских семей. Несмотря на то, что ценник у них примерно как шасси от Боинга. Очередной российский ответ на действия Германии вызвал удивление и непонимание, словно там ожидали другой реакции. Как только Россия начинает отвечать европейцам, это сразу становится поводом для их огорчения и появляются возгласы про чрезмерность. Немецкая дипломатия раньше сводилась к получению недорогих российских ресурсов, и это было ключевым аспектом нашего двухстороннего взаимодействия. Да вот только теперь эта политика уходит в историю. Вместе с желанием России обеспечивать своими ресурсами всех, кого попало. Не успели в России озвучить ответ на высылку российских дипломатов из Германии, как в ФРГ сразу выступили с требованием не отвечать так несоразмерно, якобы это слишком чрезмерно и нетранспарентно. В принципе, эти просьбы можно понять, ведь Россию теперь обязаны покинуть сотни сотрудников немецких дипломатических и иных ведомств. Паковать чемоданы обязаны работники дипломатической сферы, помощники дипломатов, государственные служащие, учителя, культурные посредники. Такие, как сотрудники Института Гёта и школы Фридриха Газаи в Германии, это вызвало огромное недовольство, ведь теряется возможность продвигать в России немецкие культурные и экономические интересы. Некоторые вообще предлагают перенести посольство Германии в дальние края. В Берлине потребовали от России прекратить подобную практику и не отвечать на высылку российских дипломатов, но все уговоры не высылать немецких дипломатических и культурных работников остались в Москве неуслышанными. Немецкие озабоченности просто проигнорировали и приказали собирать чемоданы сотням данных сотрудников буквально в ближайшее время. Я думаю, что в МИД Германии не очень хорошо подумали перед тем, как сказать, что российское решение о высылке огромного количества работников дипломатии и культуры является непонятным, односторонним и необоснованным. По поводу непонятным, я еще могу согласиться, ведь судя по действиям немецкой стороны, там действительно не понимают, что делают. Квалификация прыгающего на батуте специалиста, которому доверили министерство, действительно оставляет желать лучшего. Необоснованным, это, конечно, слишком громко сказано, каждый в России понимает, что они это явно заслужили и это только начало. Теперь в Германии уверены, что должны поступить подобным же образом, но тогда российский ответ вновь вызовет непонимание. Достаточно вспомнить, как у Германии было отобрано право управлять многомиллиардными энергетическими активами Унипер в России и запрещено выплачивать им дивиденды, и это стало ответом на отъем собственности Газпрома и Роснефти в Германии. В ФРГ тогда тоже сказали, что не понимают данного решения и требовали вернуть активы Унипер, но в ответ над этими требованиями лишь громко посмеялись. В Берлине продолжают демонстративно разрушать российско-немецкие отношения во всех сферах. Недавно они заблокировали счета Российского культурно-просветительского центра и очень удивились тому, что Россия в ответ заблокировала банковские счета Института Гёте. Европа чешет репу и пытается понять главное, как же так вышло, что их санкции не сработали. Но не в том смысле, что они не нанесли ущерба экономике России, а в том, что они не сработали в куда более важном смысле. Они не заставили Европу отказаться от российского сырья. То есть западное горе заключается в следующем. Европа по-прежнему сидит на российских энергоносителях. И это спустя два года от начала санкционных мер, а также спустя 14 пакетов санкций. После этого и правда становится бессмысленно размышлять, почему экономика РФ не страдает от западных мер. Почему? Да потому что ей не от чего страдать. Вот кабы Европа и правда сделала все то, чем грозилось, еще было бы, о чем говорить. А так, многих санкций фактически нет. Интересный отчет Центра исследования энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии предоставил вполне сенсационные данные на этот счет. Как утверждают авторы отчета, один из них, Старый Гиан, принадлежащий Азербайджану, на 98% зависит от российской сырой нефти, причем около 73% получает от энергетического гиганта Лукоил, который под санкциями. Тем не менее, почти 9 из 10 баррелей из предприятия идут на запад. Одни только турецкие поставки российских нефтепродуктов на западные рынки принесли Москве порядка 3 миллиардов евро. Анкара увеличила закупки на 105%, экспорт в ЕС подскочил на 107%. Ну что же, все логично. Россия перестала продавать нефть Европе напрямую, но стала продавать ее Азербайджану, Казахстану, Турции, Индии и кучи других стран, у которых все та же Европа закупает, но уже не нефть, а нефтепродукты. Но, как ни трудно догадаться, для России от этого не изменилось почти ничего. Хотя, основные бенефициары этой схемы – индийскимс. Но, скажем, 49% крупного предприятия Neera Energy принадлежит Роснефти. Конечно, Москва дает хорошие скидки, но выходит так, что дает она их во многом самой же себе. Что самое интересное в этом раскладе, так это то, что навяшее на зубах словосочетание потолок нефти никто не употребляет уже полгода, если не больше. Все, нет никакого потолка и не было его никогда.